Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить очень простой в приготовлении, но очень вкусный кекс с маком. Если вы так же, как и я, любите простые рецепты, то, конечно, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай настанет больше. Также ставьте лайк, пишите комментарии, ну а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Для приготовления нам понадобится яйца 3 штуки, мак 3 столовые ложки, сливочное масло 160 грамм, мука 250 грамм, сахар 125 грамм, щепотка соли, разрыхлитель 10 грамм, молоко 4 столовые ложки и 3 столовые ложки кипятка для замачивания мака. Для начала мак я заливаю кипятком, размешивая, накрываю блюдцем для того, чтобы он у меня немного набух и буду приступать к приготовлению теста. Еще все ингредиенты я пропишу в описании под видео для вашего удобства, так что, если что, заглядывайте в инфобокс. Итак, как мы готовим кекс, то изначально будем растирать сливочное масло вместе с сахаром. Масло необходимо заранее достать, чтобы оно было комнатной температуры. Начинаю его взбивать на мелких оборотах, обороты постепенно увеличиваем. Сразу добавляю туда немного соли и затем постепенно частями буду вводить сахар. И все вместе взбивать до тех пор, пока масло не побелеет. Я бы не рекомендовала растапливать масло, так как оно тогда не сможет взбиться и насытиться кислородом. В итоге кекс у вас получится не такой пышный и не такой мягкий. Также я бы все-таки рекомендовала печь именно со сливочным маслом, ведь от изначального качества продуктов зависит и то, каким получится изделие у нас в итоге. Лучше, конечно, использовать сливочное масло с жирностью 82,5%. Дальше ввожу в тесто по одному яйцу и перебиваю его вместе с маслом. Затем, когда разбила все яйца, все хорошо перемешала. Тогда вливаю молоко и опять-таки размешиваю до однородного состояния. Теперь добавляю пару капель апельсинового аромата. Если у вас нет, можно вполне использовать цедру апельсина, это будет даже лучше. И затем опять-таки все перемешиваю. Откидываю мак на дуршлаг и затем добавляю его в смесь. И хорошо все перемешиваю миксером. Дальше просеиваю муку вместе с разрыхлителем и все хорошо перемешиваю. Начинаю, как обычно, с мелких оборотов, постепенно скорость увеличивая. Затем беру силиконовую лопатку и собираю все то, что осталось у меня по стенкам чаши. И здесь я вам показываю, какой консистенции в итоге у меня получилось с тестом. Дальше перекладываю форму, застеленную пергаментной бумагой. У меня это специальный пергамент силиконизированный для выпечки. К нему ничего не прилипает. Если у вас такого пергамента нету, то смажьте тогда форму растительным маслом. Но с пергаментом потом достается все легко и просто. Стоит за него просто поднять и все. А дальше разравниваю силиконовой лопаткой поверхность. Снимаю зажимы и отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов. Выпекать буду приблизительно 30-40 минут. Ориентируйтесь на верхнюю золотистую корочку. И при прокалывании зубочистка, либо деревянная шпажка должна оставаться сухой. А вот такой кекс в итоге у меня получился. Сверху его присыпаю немного сахарной пудрой. Когда полностью остынет, буду нарезать на порционные куски. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. Он получается очень невкусный, нежный, в меру сладкий. Если кто любит послаще, то добавьте тогда больше сахара. Я очень надеюсь, что кекс понравится вам так же, как и нам. И, конечно, не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь. Кто еще не подписан, нажимайте на черный звенящий колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одно мое новое видео. Пишите комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok